Всем привет! Сейчас за окном зима и в это время года хочется заняться чем-то таким, знаете, поистине зимним. И невольно возникает вопрос, чем же лучше заняться? Горными лыжами или сноубордом? Что из этого более эффективно, что из этого дешевле и что из этого проще освоить? Давайте сегодня об этом и поговорим. Меня зовут Тимур и вы смотрите шоу Сравнение. Давайте по старинке начнем с истории и сейчас я вам расскажу историю появления горных лыж. Примерно в 18 веке люди, которые катались на лыжах, решили, что на обычных лыжах не совсем удобно спускаться с гор и решили сделать более мощные, усиленные лыжи для спуска, собственно говоря, с гор. Вот такая история появления горных лыж. На самом деле история действительно не очень интересная, но она такая, реально в Норвегии просто люди решили гонять по лыжам не по ровной трассе, а спускаться с гор. И для этого сначала использовали усиленные деревянные лыжи, потом их сделали еще более усиленными, потом их решили заменить на пластиковые лыжи, которые были еще более прочные и выдавали большую скорость. И, собственно говоря, сейчас мы имеем то, что фактически придумали 200 лет назад. Но самым важным изменением в лыжах стало добавление металлической окантовки. Это было сделано в Австрии примерно в 30-е годы прошлого века. Кант позволял более уверенно контролировать лыжи, в принципе, как и сноуборд тоже. И это изменение, то есть, грубо говоря, именно из-за него лыжи и сноуборд стали профессиональным видом спорта. Лыжи или сноуборд? Я пока не знаю, что из этого лучше, но поверьте мне, история сноуборда гораздо более интересна. У сноуборда есть огромное количество историй, которые говорят о его появлении, но все эти истории сходятся к тому, что сноуборд появился от скейта или от серфинга. В общем, это что-то среднее между скейтбордом и серфингом. Вот вам одна из таких историй. Дмитрий Милович или Милович, не знаю, в общем, это серфер из США спустился с горы на кофейном подносе. Ему это очень сильно понравилось и он, вдохновившись этим, открыл свою фирму по производству сноубордов. Правда, тогда это были не сноуборды, это были просто доски с креплением для ног, хотя, по сути, в принципе, это был сноуборд. Но тогда он еще не назывался не так. В общем-то говоря, он основал очень крупную фирму Winter Stick и, как бы, вот такая история появления сноуборда. Но это просто интересная история, а сейчас я вам расскажу более-менее официально. Эта история также из Америки, так что можно сделать вывод, что сноуборд это американское изобретение. В общем-то говоря, жил такой чувак Шерман Поппин. И в 65-м году он подарил своей дочке на Рождество доску, то есть, как бы, доска с веревкой. То есть, была вот такая доска, ну, собственно говоря, вот так она примерно выглядела. И он назвал ее Снёрф. То есть, как бы, от снега и серфинга. Снег, серфинг, Снёрф. Вот так назывался первый сноуборд и был он сделан в 65-м году. Его дочке этот подарок, конечно же, понравился. Она пошла сразу, показала это своим друзьям, детям. Им это всем очень тоже понравилось. И в скором времени Шерман Поппин стал очень известным тем, что делал доски для катания, которые впоследствии стали называться сноуборд. Нынешние сноуборды совершенно не похожи на Снёрфы, с которых все началось, но, тем не менее, это технически совершенное средство, которое использует последние технологии для того, чтобы передвигаться по снегу на наклонной плоскости. Именно так я бы, наверное, и описал сноуборд, да и лыжи, в принципе, тоже. Итак, сравнение. Горные лыжи или сноуборд? Что из этого лучше выбрать? Лично я выбрал бы то, что дешевле. Буквально недавно я катался как на лыжах, так и на сноуборде, но я всё обмодирование брал в прокат. Но я понятие рисовался, сколько бы это стоило, если бы я это купил. В принципе, я думаю, по логике можно догадаться, какой комплект стоил бы дороже. Лыжный комплект стоит дороже в целом на 5-10 тысяч, примерно так. И я думаю, это логично, потому что вам нужно как минимум на одну лыжу больше, то есть, потому что сноуборд это как бы одна лыжа, а лыжи их две, то есть как бы два сноуборда. То есть, сами понимаете, нужно покупать больше. Плюс нужно покупать две палки. А всё остальное, в принципе, то же самое. Короче, нормальный комплект для сноуборда, то есть абсолютно все защиты, там шлем, маска, куртка, подлокотники, наколенники, доска, крепления и ботинки обойдутся вам примерно в 15-18 тысяч рублей. То есть, это не самый плохой комплект, не самый лучший, но, в принципе, достаточно для того, чтобы нормально и безопасно кататься. Полный комплект лыжников вам обойдётся примерно в 25 тысяч рублей. Именно такую сумму придётся потратить для того, чтобы максимально безопасно и комфортно кататься на лыжах. И, к тому же, вам ещё придётся докупать две дополнительные палки. Вот, и, в общем-то говоря, в целом оборудование для лыжников больше, чем для сноуборда. Я думаю, немаловажным фактором является удобство и внешний вид экипировки. И, на мой взгляд, экипировка для сноуборда более привлекательно выглядит. И она более удобная, она такая же, что ли, более молодёжная, более яркая, более красочная, нежели лыжные комплекты, которые, ну, знаете, как бы, они, они немного скучноватые, и, как бы, всё-таки для более взрослого поколения. То есть, катаясь на лыжах, вы, как бы, показываете, что вы уже не молодой, вот. И, наверное, собственно говоря, вы лыжник. Сегодня я буду кататься на лыжах, и вот такая на мне сегодня неудобная экипировка. Если честно, я чувствую себя в ней каким-то старпёром, просто 40-летним. Как будто я чего-то добился в жизни, ещё вот эта палка. И вообще, я еду на лыжах, это всё очень неудобно. А завтра я буду кататься на сноуборде. И кто заметит разницу в экипировке, пишите в комментариях. Итак, второй день, он менее солнечный, и сегодня я решил прокатиться на сноуборде. Сразу смотрите, какая более яркая у меня экипировка. И, я думаю, вы все заметили один выделяющийся элемент, о котором нужно писать в комментариях. Но, в общем-то говоря, сейчас мы попробуем покататься на сноуборде, собственно говоря. Что это себе представляет? С экипировкой, я думаю, мы разобрались, и вы поняли, какая из них более яркая, и какая более удобная. Теперь решайте, какая из них больше подходит вам. А сейчас поговорим про удобство самих снарядов, то есть сами лыжи или сноуборд. Что из этого удобнее? Если вы до этого не занимались лыжами, скейтбордингом или серфингом, то, на мой взгляд, лыжи освоить гораздо-гораздо проще. Точнее как, на них гораздо проще стоять и ехать. К тому же это более удобно. На лыжах можно подстраховать себя палками, иметь шансов упасть. И к тому же ты едешь прямо, и голова у тебя всегда смотрит прямо. Как вы выглядите, если вы едете на сноуборде? Вы едете боком, либо правым, либо левым, и ваша голова всегда должна быть повернута в сторону направления движения, а при этом тело как бы развернуто боком. То есть тело смотрит прямо, голова смотрит вбок. И если вы едете по достаточно длинной горе, то шея вот в таком положении может очень сильно устать, и это нифига не круто. До начала обойдемся без палок. Выучимся, как ставить ноги. Чтобы ехать медленно, образуем такой треугольничек, как кусок пиццы. Чтобы ехать быстрее, ставим лыжи параллельно. Как что? Ладно, картошка фри. Запомнили? Пицца, картошка фри. Пицца, картошка фри. Все равно, что в пиццерию сходили, да, пацаны? К тому же на сноуборде гораздо сложнее тормозить и контролировать движение. То есть если вы не умеете кататься на скейтборде, то сноуборд освоить будет гораздо сложнее. То есть там нужны какие-то выполнять маневры для того, чтобы остановиться, какие-то маневры для поворотов. При этом постоянно голова повернута, тело прямо. Все это очень неудобно. Короче, достаточно сложно научиться, но если вы умеете, то сноуборд гораздо проще идет как бы дальше. То есть встать гораздо проще вам на лыжи. То есть встал палками и поехал прямо. Еще на лыжах можно, в принципе, просто ходить, вот так помогая себе палками. Например, если нужно подняться в гору, на сноуборде это сделать гораздо-гораздо сложнее. Ну а здесь вот я просто толкаюсь палками и вполне спокойно иду. Вот. Ну а чтобы поехать, мне нужно просто, вот, собственно говоря, оттолкнуться и все, вот, смотрите, я еду. И это достаточно просто. Можно помогать себе палками и, в общем-то говоря, вот как-то так все очень просто. Встал и поехал. Но при этом дальнейший уровень освоения лыж, то есть вот такой слалом всякий, там, прыжки и все такое, на лыжах усваивается гораздо-гораздо сложнее, чем на сноуборде. То есть если вы научитесь ездить на сноуборде, дальше выполнять всякие маневры, вам будет гораздо проще научиться на нем, чем на лыжах. Что касается сноуборда, то тут, в принципе, тоже все очень просто. Единственное, неудобно пристегивать ботинки к доске. Нужно сидеть на земле, очень холодно, очень мокро. Но зато вот так можно встать, чуть-чуть, совсем чуть-чуть подтолкнуть себя. И поехал. Вот, собственно говоря, просто руки свободны и очень удобно. И вот я вижу перилку. Сейчас мы попробуем сделать на ней какой-нибудь вот такой вот трюк. Ну и не получилось. Ну и, в принципе, ладно, потом попробую. Итак, сразу попытка номер два. Я вижу трамплин. И сейчас мы попробуем просто на нем подлететь. Хопа, вот так. Ну, по-моему, для первого раза, для первого дня катания достаточно неплохо. И сразу за ним еще. В принципе, нормально. И давайте тогда сразу третий трамплин. Чего уж там. Хопа, оаа. Да, ну. Ну, ладно, короче, потом еще попробую. Фиг с ним. Но если вы любитель скорости, то я настоятельно рекомендую вам заняться горными лыжами, потому что на них быстро передвигаться более комфортно. Да и к тому же сами лыжи гораздо быстрее, чем сноуборд, потому что мировой рекорд скорости на лыжах составляет 250 км в час, а на сноуборде около 200. Притом на 200, когда ты едешь на сноуборде, это кажется более быстрым и более опасным, чем на лыжах те же 250. Для того, чтобы проверить, что быстрее, лыжи или сноуборд, мы даже провели специальный замер на скорость, выбрали одну и ту же дистанцию, проехали все у нас на лыжах, один раз на сноубордах. Но замеряли все это не по секундомеру, а по видео, и теперь у нас есть два фрагмента. Верхний фрагмент это лыжи, нижний фрагмент это сноуборд. Замер осуществлялся по голосу, по вот такому 1-3, 1-2-3. 3-2-1, поехали. Вот так, в общем-то, поехали, и заканчивался замер фразой стоп. Время стоп! И, как вы видите, верхняя дорожка лыжи, нижняя сноуборд, и лыжи заканчиваются раньше на полторы секунды, как видно вот здесь в углу. И что, собственно говоря, в очередной раз доказывает, что лыжи все-таки быстрее, чем сноуборд. Возможно, не намного, но все-таки быстрее. На мой взгляд, самые опасные травмы, они все-таки на сноуборде, потому что лыжи, точнее, конструкция ботинков лыж устроена таким образом, что если вы падаете или где-то врезаетесь, то они автоматически отстегиваетесь, и вы отправляетесь в свободное падение, и полностью контролируете свою тему. Тело можете сжаться, там, поджать ноги, и ничего не сломается. На сноуборде у вас так не получится, потому что ботинки намертво закрепляются к доске, и если вы падаете, то вы падаете в основном плашме. На сноуборде вообще можно упасть всего двумя способами. Либо вы падаете вперед плашме, либо вы падаете назад плашме. Если вы падаете назад, то чаще всего страдает ваш копчик, и, скорее всего, он у вас сломается, если вы падаете на большой скорости. А если вы падаете вперед, то очень часто страдают колени, локти и лицо. Это очень неприятно. На лыжах с этим гораздо проще, как я уже говорю, отстегиваются крепления от ботинок, и вы отправляетесь в свободное падение, и, как бы, это не так больно, как падать, когда у вас ноги, как бы, связаны, и вы вообще не можете с этим ничего сделать. Во-вторых, на лыжах достаточно сложно упасть, потому что они очень огромные, вот, то есть даже они в камеру, вот так, если я поместил бы лыжу, она бы сюда не поместилась. С нее нужно умудриться упасть, но если вы все-таки упали, то, опять же, вы падаете, у вас ноги свободные, и достаточно малая вероятность того, что вы получите травму. Вот я сейчас иду в лыжной экипировке, в лыжных ботинках, и что я заметил? Они очень тяжелые, и в них совершенно неудобно ходить по дороге. Сноуборд это совершенно другая история. Во-первых, у меня достаточно удобная доска для переноски, а во-вторых, сноубордические ботинки. Они более легкие, и в них гораздо удобнее ходить по земле. А сейчас давайте я вам расскажу, как можно удобно переносить лыжи, чтобы было так же удобно, как и сноуборд. Если вы занимаетесь сноубордом, то все, что вам нужно таскать, это только доску. Если вы занимаетесь с лыжами, вам нужно таскать две лыжи, две палки, и иногда это не совсем удобно, а также это гораздо проще потерять. Вот таким способом, который я, собственно говоря, только что показал, можно сделать ручку из лыжных палок, и лыжи становится носить очень удобно. Еще один нюанс, связанный с креплениями. Лыжи гораздо проще отстегнуть, нежели сноуборд. То есть, если вы проехали трассу, вы буквально за секунду можете снять свои лыжи и куда-то там пойти. На сноуборде в основном люди крепления не отстегивают, они отстегивают одну ногу и дальше катятся, как на скейтборде. На мой взгляд, это очень неудобно, потому что приходится как-то умудряться так выворачивать ногу, опять ехать боком, смотреть вот так вбок. Это все очень не круто, а чтобы снять оба крепления, уходит достаточно много времени. Да и к тому же, чтобы застегнуть эти крепления, в основном нужно садиться на землю полностью, поджимать себе ноги и все это закреплять. Это очень неудобно, это очень холодно, иногда даже мокро. Лыжи, просто встал ногами на лыжи, они застегнулись. Нажал палками на специальные штуки, ботинки открепились, взял лыжи и пошел. На мой взгляд, крепление на лыжах все-таки более удобное. Какие выводы я смог сделать за неделю катания? Очень неудобно кататься на лыжах. Во-первых, потому что у вас в руках всегда две палки и ты чувствуешь дискомфорт, то есть всегда нужно быть вот в таком положении. Это очень неудобно, а к тому же, когда еще снимаешь видео, тебе же нужно еще и камеру держать, и у тебя в руке палка, вот так еще и камера. Это все очень и очень неудобно. К тому же, лыжи, как вы уже заметили, не совсем удобно переносить. Доску можно взять вот так под руку и пойти. Вторая рука у вас свободна с лыжами, не совсем все так гладко. Во-вторых, на мой взгляд, сноуборд выглядит гораздо эффектнее. То есть, если поставить двух человек рядом, который едет на лыжах и на сноуборде, человек, который будет ехать на сноуборде, даже если не будет просто ехать прямо, будет выглядеть гораздо более круто, что ли, я не знаю, и мне это нравится. Да, лыжи более быстрые, но сноуборд более дешевый, более просто в освоении, более круто выглядит, офигительно красивая экипировка, и, наверное, собственно говоря, этих аргументов более чем достаточно, чтобы сказать, что сноуборд гораздо лучше, чем горные лыжи. Если вы со мной не согласны, то вступайте в группу ВКонтакте, оставляйте там свои недовольные комментарии, я обязательно их все посмотрю, обязательно на все отвечу. Также не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии на Ютубе. С вами был Тимур, вы смотрели шоу Сравнение, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Счастливо!